Всем привет! Светлана Спирина, врач из Германии. И сегодня в разгар пандемии я познакомлю вас с городом Ашерслейбен, восточной Германии. Ни один тревел-блогер вам этого не покажет, потому что тревел-блогеры вообще сюда не суются. Вот такая замечательная башня, к которой я подошла, она называется башня ворот Йоханнеса. Сейчас увидим, тут написано. Йоханнес Торн Торн. Изнутри вот такие стены, потолочек. Явно не вчера построен. Тут улочки такие, вон еще одна башенка. Вот я подошла вот к тому, что здесь лежит. Я даже не знаю, что это такое. Но попыталась понять. Вот тут вот человек, наверное, тот самый Йоханнес. Не знаю. Здесь вот такие вот дверки. Ну, вот тут такая красотища. Совершенно свободные улочки. Нет народа. И вон там я вижу какое-то здание, похожее на церковь. Сейчас подойдем и посмотрим. Тут тоже достаточно аккуратненько. Здесь я отвернула камеру, потому что люди шли навстречу. И чтобы не было конфоза, я просто отвернула камеру. Не все любят видео. Как видно, все чистенько, аккуратненько. Мы идем вот к этому зданию. А потом пойдем вон к той церкви. Вот это вот монастырь Францисканера, святого Франциска, наверное. Так, что здесь написано? Такие вот дверки здесь красивые. Приглашение на богослужение. Сейчас прочитаем, что здесь написано еще про него. Церковь Святого Христа, 1280 год. Не знаю, почему так. Почему восточная Германия не пользуется популярностью у западных немцев. На самом деле мне очень нравится восточная Германия. И за 8 лет жизни в Германии я периодически езжу в восточную часть. И я вижу, как она поднимается, как она меняется. И она меняется намного интенсивнее, чем западная Германия. Здесь напротив монастыря городская ратуша. Очень красивое здание. Мне понравилось. Так она выглядит снизу. А мне в другую сторону, потому что надо дойти до церкви вон туда. Вот тут какие-то молодые алкоголики пожелали мне счастливой Пасхи. А сегодня Пасха. И в общем, в принципе, я не могу сказать, что город как-то особенно выглядит в пандемии. Вообще по воскресеньям в Германии достаточно спокойно. Никто не шатается, никто нигде не бродит. Поэтому разницы между обычной Пасхой и Пасхой в пандемии я не чувствую. Ну, минимум, здесь в Ашарслями. Сейчас посмотрю, что там у них. Здесь внутри. В окнах вот зайцы. Хотя, видите, салон закрытый. Зайцы в окна не поставили. Традиция есть традиция, нарушать нельзя. Так, тут что-то недоремонтировано. Ройни какие-то. Все в лесах идет ремонт. Сейчас посмотрю, что здесь. Вот, городская церковь святого Штефана. Роман 4, 6, 7 год. Вот. Но она все-таки не выглядит как функционирующая. Так что здесь написано у нас. Вот, старший господинка. Тут тоже самое ведутся реставрационные работы. По типу такой же церковь, наверное, как и предыдущая. Не трудно судить, я и не архитектор. Да, иногда вот в городе встречаются вот такие дома. Забитые, застроенные. Ну, я верю, что они тоже когда-нибудь будут отреставрированы. Сейчас, конечно, этот город, я была в этом городе, наверное, 4 года назад. И вот сейчас я вижу, как он преобразился. Очень многие вещи изменились. Но сейчас выглядит намного-намного лучше, чем раньше. И у меня просто это вот радует. Вот это тепло на душе. Действительно, это становится классным. Как видите, достаточно чистенько и ухоженно. Я вот хочу сказать, что самоизоляция, она происходит в Германии неоднородно. И если я уже привыкла к тому, что в Нижней Саксоне, в Нидрзаксоне все уже давным-давно носят маски. Ну, большинство, что кассиры отгорожены от покупателей таким пластиком защитным. прозрачным, то здесь этого нет еще. Ну, конечно, да, дистанция, социальная дистанция, там ее держат все. Вход в магазин только с тележками для того, чтобы контролировать количество покупателей. Но я хочу сказать, что здесь люди, здесь достаточно свободно. Здесь люди выходят погулять. И я сама была сегодня в городском парке, и я сама сегодня там бегала. И, в общем, в принципе, есть те, кто гуляет. Вот, да, если собирается большое количество людей, как громко здесь собирается большое количество людей. Туда подходит полиция, и их заставляют разойтись. Ну, то ли из-за того, что городок маленький, то ли еще из-за чего. Но, в принципе, здесь это так болезненно не ощущается. Да, все заперты, но могут выходить, минимум немножко погулять, подышать. Так вот, в рамках разумного. Никто, конечно, никакие шашлыки не жарит, ни на какие грили не ходит. Ну, а в принципе, этот день мало отличается от обычного воскресенья в Германии. Для многих Восточная Германия – это просто постсоветский лагерь. Ну, вот я прошу обратить внимание, какие красивые здесь здания, и вообще, как здесь аккуратненько, чистенько. Очень ухоженный центр города, что есть далеко не во всех городах. Но здесь видно, что люди с любовью относятся к тому месту, в котором живут. Все очень чисто, очень приятно. И нет, никакая полиция меня сегодня не взластала, ни в какой участок не отвела, потому что у меня есть специальный аусвай, специальное удостоверение врача, но в любом случае даже никто и не попытался ко мне подойти и спросить, чего это я тут шатаюсь. Как-то так. Цветочки везде посажены. Так, все миленько. Козунечки. Вот такие вот домики, они приклеены друг к другу. Вот я хочу под годом пытать домик. Не знаю, что здесь. Наверное, просто живой дом. Спасибо, что погуляли со мной. Всем пока.